здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами не на обычной рыбалке все кто смотрит мои фильмы кто подписан на мой канал знают что я в основном ловлю на спиннинг я уже лет 15 как не ловлю постоянно на фидер за последние 10 лет раза два был на фидерной рыбалке но сегодня у нас так сказать исключительный день я приехал в голландию на место где можно половить карася и ловить мы будем на фидер как всегда все что получится из нашей рыбалки вы увидите из нашего видео отчета первое что я делал раньше когда приезжал на ловлю белой рыбы неважно это фидеры поплавок это замешиваю приманку прикормку чтобы прикормка настоялась конечно прикормка должна быть свежей у меня вот тут полный этой пачке стоит 2008 год не знаю в принципе она как бы хранилась в подвале не затверденела ничего как бы попробуем по крайней мере эту прикормку возьму сейчас пару пакетов прикормки и замешаю и прикормки по белой рыбе по карту прикормки сейчас мы все это вместе вмешаем сначала мы как следует вымешиваем в сухом состоянии эту прикормку равномерно перемешалось между собой и потом потихонечку просто совсем подемножку подливаем водички на сразу всю лить и вымешиваем до нужной консистенции воду добавляем каждый раз небольшими порциями чтобы не переборщить если у вас прикормка получится слишком влажная она будет слишком крепко сидеть в вашей кормушке и не будет высыпаться что как бы не есть хорошо прикормка должна быстро выходить из катушки из кормушки рассыпаться по дну чтобы образовалось определенное закормочное пятно на которое и собирается рыба прикормка готова вот консистенция такая что вот я ее жал да и в то же время она у меня рассыпается как бы комочек держат то есть если не очень плотно набивать то она в принципе будет высыпаться из кормушки сейчас я дам ей настояться в это время оборудую место а потом вполне возможно что еще нужно будет добавить немного воды когда все разбухнет впитает себя и уже там и ведет доведем до готовности ребята большая просьба распаковали замешали пакета заберите собой бы неприятно бывает приходишь на берегу и на берег реки и валяется пакета из под прикормки валяется банки из-под червей из-под кукурузы прочее давайте как бы беречь природу друзья ловить я буду до 2 фидера от фирмы земных один у меня до 100 грамм другой до 90 грамм почему взял такие спиннинги конечно как я сейчас посмотрел можно было вообще самые легкие спиннинги взять может этот заброс ну максимально там 40 метров нужен и кормушечки можно было полегче взять но первый раз на этом месте поэтому решил постраховаться и взять как бы ну более тяжелые спиннинги сейчас я их соберу и приступим к ловле спиннинги новые еще целлофанчики мы сейчас с вами сразу их и обкатаем как кто 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 тут есть еще конечно же дополнительные есть отделение гильдии дополнительный списку пока начнем того что стоит ну во первых друзья что хочу сказать выбрался и у меня катушки у этой катана шимону я не знаю ну 15 лет точно и столько железки вот леска шимону кстати на удивление попробовал довольно таки крепкая не знаю попробовал есть у меня там собой одна катушка спиннинговая если что там где-то 0,1 или 0,12 плетенка стоит можно будет использовать я дома быстренько сделал две оснастки называются они асимметричные несимметричная петля сейчас мы их петля в петлю соединим с основной леской и потом я коротко вам все покажу оденем кормушечку сейчас я попрошу володю оператора показать поближе значит что у нас это из себя представляет здесь у нас вот такая вот скруточка есть из лески как бы получается мы сюда опять же петля в петлю одеваем поводок и при забросе благодаря тому что скрутка более жесткая у нас не происходит или реже происходит запутывание поводка с основной леской здесь видите почему называется асимметричная петля потому что здесь одна сторона этой петли на пару сантиметров больше другой это тоже сделан для того чтобы не было перехлёстов сделал конечно по идее мне побольше немножко и было сделать в торопях уже вечером делал немножко саму эту петлю нужно было побольше сделать ну как бы не смертельно значит для чего делается вот такая петля то есть при поклёвке рыба сначала не чувствует вот она клюнула она какое-то время не чувствует ощущение кормушки кормушка лежит на дне рыба потихоньку тянет до определенного момента а потом когда рыба доходит натягивать леску до кормушки происходит само подсвечение и рыба на крючке то есть эта оснастка опять же пришла из голландии куда мы приехали ловить и рассчитана на ловлю как бы крупной рыбы правда в основном на реках но опять же на канале на озере тоже ловить можно но сейчас попытаемся что-нибудь я соберу вторую удочку закормим потом попытаемся что-нибудь поймать второй спиннинг тоже абсолютно новый не учу прислали три года назад на тестирование и ход как обещанного тут три года я выбрался на фидерную рыбалку оба спиннинга до три года пролежали в подвале у меня посмотрим насколько они удачные друзья на прикормочка настоялась ведь она фактически впитала в себя воду и стала слишком сухой значит что мы делаем во первых обязательно чуть-чуть еще водички но понемногу главное не переборщить долить не с вами всегда успеем до нужной консистенции и тут маленький обычно когда ловлю белую в обычно вся рыба тем более пока еще но относительно тепло вся петлю любит кукурузу сладкую консервированную кукурузу сейчас я просто добавлю вылить вылить прям вместе с соком что высыплю всю банку сюда и опять же кукуруза тормознет крупную рыбу если она придет вот эти мелкие все взвешенные частицы мелочь всякая может быстро раздолбать а кукурузу все-таки рыба покрупнее должна взять это опять еще раз вымешиваем как следует чуть-чуть добавлю водички до нужны чуть чуть не хватает вот значит добавили мы еще водички кукурузки участка тут я вижу не консистенция то что надо и последний штрих я всегда добавляю немножко опарышей опарышей куколок то есть живого корма который тоже дополнительно привлекает рыбу она привыкает его есть и значит будет брать его с крючка друзья прикормка готова и теперь нам нужно место закормить я не ставлю видите у меня нету крючка на поводке я буду сейчас просто закормить место где предполагаю ловить ловня будет не спортивная будем ловить сразу на два фидера и я буду закормить два различных места то есть вот здесь вот как бы идет канал а туда как бы идет такой аппендицит я хочу одно место и закормить угол вот это вот как канала заход в аппендицит и противоположную сторону под камышек то есть я сейчас сделаю по 10 забросов в каждую предполагаемую точку ловли и потом мы с вот я сделал заброс выбрал слабину лески теперь делаю подрыв чтобы все содержимое при кормке высыпалось и сразу же выматываю так я сделаю 10 раз подряд 10 раз вот в одном место 10 во второе и потом дадим короткое время рыбе собраться я забиваю кормушечку не плотно но и не совсем мягко чтобы она не вылетела пока не приводнится пока не упадет на дно корм выбрали кормушка опустилась на дно мы выбрали слабину лески делаем подрыв в это время содержимое кормушки высыпается и мы создаем определенный ковер из прикормки важно точно ложить прикормку в одно место ну давно не кидал пока тоже не очень то получается но чем кучнее вы положите вашу прикормку тем лучше у вас будет клев рыбалка с непрофессиональная поэтому сразу использую такие готовые поводки это от от гамака цу крючки 18 этот поводок толщина лески и 8 крючок ну его 8 размер крючка не обязательно эти просто такие купил вот так ребята ловили прошлый раз гетка россии такие вылетают и за килограмм поэтому начнем такое с более мощный скажем так оснастки если же рыба будет осторожничать то у меня есть там и 016 и 014 поводки естественно с меньшими крючками потому что как правило чем рыба осторожнее тем более тонкие нужно использовать лески и мелкие крючки значит берем вот где у нас здесь скрутка в петельку опять петля в петлю соединяем с поводком готово первое значит на что я буду ловить мне валера лупуляк прислал фирма саламандра прислал вот таких вот скажем так мотыля червя искусственного я на него уже на микроджик отлично ловил на мормышку причем мы с геной кузьменко ловили на мормышку на спиннинг на мормышку поймали караси у нас в германии что вообще это крайне редкое явление и гена вот он ловил у него есть фильм даже он ловил там но на украине на эти приманки именно карася поэтому хочу попробовать как к этому отнесется голландский карась то есть комбинация будет у меня такая скажем так бутерброд то есть вот я одеваю искусственного мотыля искусственного червя одну кукурузинку елки-палки и пару штук два может ты сейчас посмотрю как все это будет выглядеть два наверное два хватит вот такая вот красота и пойдем забросим первый спиннинг забросим первый фидер друзья на второй крючок я одену просто обычного червяка крючок от второго фидера имею ввиду конечно на каждом фидере один крючок сейчас мы все это собросим и пока рыба там собирается на прикормку мы с Володей перекусим ну что друзья отведаем что бог послал на завтрак Вовина жена нам сделала Володина котлеток мы тут мяско копченое в духовке сделала яички сваренные в мешочек и уже почищены что очень важно Володя лично сам изготовил хлеб его производство не магазине купленный ну как положено чай кофеек кстати термос этот у меня уже лет десять и очень им доволен довольно хорошо держит температуру ну что Володя бросай приступаем друзья погода солнечная и ветреная прикормка на глазах высыхает если взять такой удобный распылитель воды вот вы так брызгаете и получается понемногу воды добавляете не переборщите и очень удобно поэтому рекомендую когда прикормка высыхает она рассыпается при забросе или в лучшем случае при ударе о воду и слишком рассредотачивается не попадает на дно где по идее нас должен ждать карась который нас пока игнорирует ну еще одно я сейчас на одной удочке минимум поменяю поставлю более тонкий поводок и мелкий крючок потому что место как бы облавливаем видно тут все вытоптано все это самое то есть ловят постоянно рыба уже осторожно и вполне возможно что поклевок нет из-за грубой снасти конечно есть риск если крупный карась или карп что будет обрыв ну ничего попробуем главное добиться поклевки посмотреть на что рыба реагирует а потом уже будем думать друзья вот только я поменял поводок то есть у меня сейчас здесь стоит поводок 75 сантиметров а на предыдущей снасти стоял 40 сантиметров там я 0,18 стоял здесь я поставил 0,14 и здесь у меня десятый крючок и сразу же тут же вот такая вот прекрасная красноперочка клюнула то есть когда не клюет что делать переходим на более облегченный снасть ну вот опять мелочев какая-то клюнула карась к сожалению пока не подходит но более тонкие снасти сделали по крайней мере стала клевать платва и красноперочка уже повеселее к этой рыбалке подобрать ключ будем надеяться что все-таки карась нам попадется уже неплохая платвичка ну вот теперь красноперочка то красноперка то вернее это это вернее платвичка то было перед этим красноперка они тоже платят красноперка вот меняется то красноперка клюет то платвичка клюет если заглотила глубоко обязательно уже иметь такую палочку экстракта раз мы так чик аккуратненько вытащили рыба не повредилась так платвичка у нее аж прикормка сыпется из нее наелась наших прикормки походу на 2 удочки тоже если не сошла то тоже по крайней мере была поклевка что значит ловить неспортивно когда ловишь на одну удочку не будешь зевать поклевки конечно на оптимально ловить на один спиннинг единство что я не знал где будет стоять рыба ну пока разницы нет что в один что в другой угол кидаю приблизительно одинаково клюет платвичка мы уже сидели с Володей рассуждали проблема в том что ребята здесь были неделю там 10 дня стояла стабильная погода а сейчас вот уже несколько дней лил дождь и сегодня первый день когда хорошая погода и в результате как на сломе погоды всегда клюет хуже там платвичка платвичка красноперка клюют без проблем а вот карась карась пока молчит и не знаю заговорит ли он хотя приехали мы конечно за 330 километров не за этой рыбой что делать надежда умирает последний будем пробовать дальше вот что значит жадость надо ловить на один фидер я пока один заряжал второй опустил в воду просто чтобы лежала вытаскиваю там уже окунь сидит вот такая вот фигня а где наш карась непонятно ах ты сход но не важно второй фидер забросить некогда рыба льет на каждом забросе правда сейчас пока тащил свалилась платвичка а Опять, походу, какая-то мелочевка. Да, вот такая вот красивейшая красноперочка. Но карася нет, сидит опять какая-то мелочевка. Ну, когда уже нам попадется карась? Уже и дождь был, и ветер был, чего только не было уже. А куни еще один. Друзья, решил я один фидер перейдет на, скажем так, сделать инлайн, то есть свободное, чтобы ходило передвижение было кормушки, чтобы она свободно двигалась. То есть, что мы делаем? Вот на основную леску я одеваю вертляжок застежкой. Дальше я одеваю такой поплавочный стопор, чтобы в дальнейшем это не разбивалось. продвигаем там это все подальше. Теперь, я не знаю, возьмем вот так вот, сантиметров 20, наверное, лески, сложили вдвое и сделали просто петелечку. Сейчас мы ее затянем чем-нибудь, какой-нибудь палочкой получше. Так. И теперь, что мы делаем? Теперь мы делаем скрутку, чтобы противозакручивать. Берем и вот так вот. Не делал я уже тысячу лет, но ничего, чего не получится. У нас получилась такая, как бы, перекруточка жесткая, которая будет способствовать тому, что поводок будет меньше перекруче. Потом мы делаем двойную петлю и фиксируем нашу закручку. Вот такая вот хрень у нас получилась. Так, не мусорим, отрываем сюда. На застежку мы, во-первых, этот опускаем вниз. Здесь у нас будут грузики. У меня тут 100 лет недавно, 15 лет назад покупал все. Уродливые, искоребленные. Ну, что есть. Первая зарыбалка за 100 лет постепенно на виду порядок. Вот видите, получается у нас грузик. А это, как бы, отвод противозакручивателей. И сюда мы сейчас ставим готовый привязанный крючок на поводке. И благодаря вот этому, как бы, коромыслу при забросе у вас будет меньше перехлестов. Опять же, я уже показывал вам. Беру сейчас готовый. Готовый. Сейчас мы возьмем. Вот я поменьше сейчас поставил. Это вот 0,14 здесь поводок и 10 крючок. И длина 75 сантиметров у этого поводка. Когда рыба осторожно, это играет большую роль. Не знаю почему. Скорее всего, конечно, причина плохого клёва. Ну, отсутствие клёва карася, скажем так. Так-то рыба клюет неплохо, но у карася нет. Скорее всего, всё-таки в погоде, но... Сейчас попробуем. Вполне возможно, что его здесь ловят постоянно. И он просто осторожный и чувствует сопротивление кормушки, когда это бросает. Поэтому сейчас попробуем сделать как бы другую, более чувствительную оснастку. И попробуем половить карася. Не факт, что поймаем, да, конечно, надежды тают с каждым часом. Но полностью не пропадает. То есть, вот моя, видите, вот моя оснастка. Опа. Вот получается у нас кормушка, скруточка и поводок. Всё, пойдём попробуем ловить. Что-то клюнуло немного покрупнее, но вопрос в том, что... Ребята, по-моему, это наш карась. Охо-хо-хо. Ай-яй-яй, нет. Нет! Нет, это... Пришёл к нам в гости лещу. Хе-хе-хе-хе. Я уже обрадовался. Думал, что это карась. А это ядрён батон. Хе-хе. Подлещик. Ну это самая крупная на сегодняшний день рыба. Коду дождался я все-таки поклевки карася, теперь Бог бы дал его вытащить. Клюнул на свободно движущийся грузик и на симметричную петлю по сопротивлению. Либо это опять лещ, а так потянул, думал я, что это карась, но никак долгожданный карась не клюет. Хороший подлещик, еще крупнее предыдущего немножко, но это лещ. Ну в этом уже келушка точно есть. Смотри, может даже больше. Смотри, это лещ. Это настоящий лещ. Хе-хе-хе, где наш карась? Ох ты, блядь. Вид досидит. Да, опять лещ. Ну небольшой уже. Что-то поменьше, но тоже не совсем маленькая. Или подлещик опять, или плотвичка. Ну так сопротивляется. Да, подлещик. Прикормка у нас лещовая и плотвиная. Поводок лещовый. Вот рыба клюет, которая написана на упаковках. Красавчик какой. Если она села, она уже никуда не денется. Сейчас мы это забросим, пока стая не разбежалась. А то они хозяин держат. Хе-хе-хе-хе. Рыба так обнаглела, я забыл сказать. Я ловлю, у меня бутерброд. То есть червяк, кукурузы и опарыш. Причем настоящие черви давно закончились. Я ловлю на червей от Валеры Луполякауды, саламандра. Так сейчас сидим, думаем, что такое поклевок. Вытаскиваем голый крючок. Все уже обожрали. Было там дернуло несколько раз. И даже искусственного червя и того сволочи сожрал. Смотрите, на что я сейчас вытащил эту плотвицу. Червячок искусственный саламандры. Ну вот, хорошая плотвичка. Валера, не знаю, ловил ты, нет на своих этих искусственных искусственных червяка саламандра подлещиков. Ну вот, пожалуйста, чисто на одного твоего червяка попался. Ничего без всякой подсадки. Огромный лещара. Одна рыба огромнее другой. Кто был подлещик, где-то такая же огромная красноперка. Ну это уже что-то получше, не совсем маленькая. Скорее всего опять подлещик. В России я уже не верю. Хе-хе-хе. Ребята, смотрите, какая хорошая плотва, а. Супер. Хе-хе-хе. Это плотва. О, еще одна хорошая плотва. Плотвиться. Процесс идет. О, и на ту, смотри, одновременно. Вот она жадная. Сразу на две удочки клюет. Опа. О, хорошая. О, ты смотри, какая плотва, а. Это не плотва, это красота. Хе-хе-хе. Небольшая, но бойкая. Ну и не маленькая. Эх, пошла. Куда пошла? Назад. Назад. Ура! Ха-ха! Карась! Хе-хе-хе. То из-за чего мы сюда приехали. Хе-хе-хе. Целый день мы его ждали. Хе-хе-хе. Хе-хе. Этого красавчика. Вот он. Полюбуйтесь. Хе-хе. Ну все, план выполнен. Из-за него только и приезжали из-за карася. Хе-хе-хе. Так, у меня рыба на крючке. Все, Жека. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе. 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 Ну это лещ по поведению-то не карась. Ну, не у большой, но не маленький, как вот эта мелочевка, что-то такое более-менее, но это не карась. Это карась. Оба-на, вот он. Еще один, еще больше. Класс. Вот рыба, за которой мы сюда приехали. И только под вечер стал оклевать, блин. Супер. Потому что те оба карася, что клевали, дунь-дунь и сразу. Ну да, мелочь сидит. Какую-то мелочевку тащу, мы уже целую кучу поймали маленьких подлещиков, скорее всего это он. А хотелось бы получить третьего карасика. Карасика. Это огромный лещара. Сейчас мы его быстренько амнистируем. Дорогие друзья, окончание фильма буду снимать дома не потому, что так задумал, а потому, что так получилось. Когда я вытаскивал садок, показывал улов довольно-таки неплохой. Естественно, что мы все не снимали, потому что очень много клевала некрупная рыба. И как бы снималась там одна из нескольких. То есть рыбы было поймано достаточно много. Но почему-то камера не сработала у моего оператора. И он мне сегодня с утра позвонил, говорит, Вадик, говорит, окончания фильма нет. Ну, значит, снимем его дома. Это была моя первая рыбалка в этом году на фидер. Вообще, наверное, за последние лет 10. Я, наверное, третья, может быть, четвертая рыбалка на фидер. Давно я не ловил белую рыбу. И, в принципе, остался очень доволен. Надеюсь, что вам тоже понравилось порыбачить вместе со мной. Ну и, как говорится, всего хорошего. До новых встреч. Пока, друзья.